Всем привет! С вами снова Азат. Вы находитесь на канале Автосправочная. Как вы помните, в 2022 году было громкое уголовное дело в отношении, скажем так, автоюриста, как он себя называл, который в итоге занимался мошенничеством, организовывал автоподставы на перекрестках с круговым движением. Он передвигался на автомобиле марки Bentley и специально провоцировал десятки ДТП, после чего обращался в страховую компанию за массовыми выплатами. Однако он далеко не одинок, учитывая количество нарушителей ПДД, которые до сих пор не умеют правильно заезжать и выезжать с перекрестка с круговым движением. Это непочатый край работы для таких мошенников. Так, в прошлом, в 2023 году, оперативниками были выявлены целые группы мошенников, которые промышляли такими же авариями на кольцевых перекрестках в Барнауле, в Пензе и в Красноярске. Однако они далеко не единственные. Уже в 2024 году, буквально недавно, была выявлена очередная группа мошенников, которые, получается, зарабатывали на водителях, которые не соблюдают ПДД. В феврале 2024 года страховая компания «Сагаз» направила заявление в правоохранительные органы, в связи с выявлением такого мошенничества. По данным следствия, в марте 2024 года были задержаны 7 активных участников организованной группы. По результатам проведенных следственных действий, в отношении трех из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По информации следствия, незаконная деятельность организованной группы состояла в преднамеренном создании условий, преимущественно на перекрестках с круговым движением, которые приводили к ДТП. При этом участники группы формально признавались не виновниками, а потерпевшими. Следственные действия по данной группе пока еще не закончены, но уже на данный момент известно, что уловом этих мошенников стали как минимум 136 нарушителей ПДД. При этом общая сумма страховых выплат, которые они получили в «Сагазе» и в ряде других страховых компаний, за 2023 и 2024 год уже, по оценке следователей, достигла почти 39 миллионов рублей. То есть, обратите внимание, уголовное дело возбуждено именно в рамках страхового мошенничества в особо крупном размере. То есть, претензии здесь только в том, что они провоцировали массово к ДТП и массово обращались по однотипным делам за страховыми выплатами. С точки зрения ПДД, даже учитывая, что это мошенники, никаких претензий к ним быть не может, потому что каждый раз они находили водителей, которые неправильно съезжали с кольца, таранили их, и, естественно, согласно ПДД, все эти 136 «пострадавших» водителей по факту являются виновниками ДТП. Соответственно, на следующий год в рамках действующих положений по ОСАГО для них резко вырастет сперва коэффициент КБМ, то есть безаварийный коэффициент, а сразу же вслед за этим резко для них вырастет стоимость полиса ОСАГО. Кстати, в описании под этим видео вы найдете ссылку, где на одной странице сможете сравнить предложения по ценам на ОСАГО для вас и вашего автомобиля от большинства крупных страховых компаний России. Там же вы можете оформить электронный полис ОСАГО и получить его напрямую от страховой компании на свою электронную почту. Именно поэтому, хотя бы по этой причине, я рекомендую водителям в очередной раз вспомнить правила проезда перекрестков с круговым движением. Напомню, что наиболее опасное нарушение – это съезд с неправильной полосы. Согласно действующим ПДД, въезжать на кольцо можно с любой полосы, а вот выезжать можно только с крайней правой полосы. Однако, что по факту происходит на перекрестках с круговым движением, я сам лично вижу каждый день у себя в городе, я думаю, в ваших регионах происходит то же самое. Съезжают кто с правой полосы, кто со средней, кто даже с левой поперек всего потока пытаются съехать. Естественно, рано или поздно это заканчивается ДТП. То есть, если вы привыкли, что можно спокойно съезжать со второй или с третьей полосы, подрезая тех, кто едет справа, рано или поздно вам в правый блок въедет либо водитель, который в отличие от вас знает и соблюдает правила дорожного движения, либо точно такой же мошенник или автоподставщик, который за счет вас, за счет вашего ДТП просто поимеется страховой компанией деньги. Однако для вас, что в случае обычного водителя, что в случае мошенника, разницы никакой не будет. Вас признают виновником этого ДТП, соответственно, ваша страховая компания выплатит ущерб пострадавшей стороне. Не важно, там это потом даже если выяснится мошенники, не мошенники, без разницы для вас. Для вас, соответственно, стоимость полиса ОСАГО на следующий год станет резко дороже. Вот такая вот информация. Надеюсь, видео было для вас полезным, интересным. Спасибо, что досмотрели его до конца. Что вы думаете по этому поводу? Что происходит на перекрестках с круговым движением в ваших регионах? Этим вы, как обычно, можете поделиться в комментариях. Желаю всем безопасных дорог и всем пока!